Доброго времени суток! Кампонтус вагус или черный муравей-древоточец один из самых больших муравьев России. Уступая в размерах лишь геркулианусам, превосходит всех местных кампов в адаптации и неприхотливости. Но не только этим, они примечательны среди киперов. Большой размер, интересное поведение и полиморфизм. Вот об этих вещах я и расскажу вам поподробнее. Это довольно истрепанная тема, описывать особенности видов, рассказывать какие-то и так уже известные факты, которые с легкостью можно прочитать, просто полазив по интернету. Но возможно вы сумеете узнать нечто новое об этих удивительных созданиях. Я попробую сделать цикл видео по некоторым видам, по акромовым культурам, да и вообще по всему, что связано с мирмекиперством. И не только. Надеюсь, я помогу вам пополнить копилку знаний. Итак, пойдем по порядку. Эти муравьи обитают исключительно в умеренных широтах. Вы не найдете ни на крайнем севере, ни на теплом юге нашей страны. Можно догадаться из названия, что они обитают там, где есть деревья, но опять же не всякие. В хвойных лесах их не найти и также не найти их и в молодых. Некоторые подумают, о нет, они точат древесину, они губят деревья. Но это не так. Вагусы не могут прогрызть свежую кору и заболонь. Они строят муравейники в мертвых, либо погибающих деревьях. Обычно поселяются в тоннелях, уже проделанных вредителями. Муравьи выбирают хорошо прогреваемые, толстые стволы, но нередко роют муравейники в почве. Так поступают отлетевшие матки, либо уже основавшиеся колонии перед зимовкой. Несмотря на то, что в интернете их описывают как охотников, таковыми они не являются. В природе питаются в основном падью и мертвыми насекомыми. Исключением являются загнанные в угол, либо обездвиженные по каким-либо причинам беспозвоночные. В местах кормления можно четко различить тропки к растениям, на которых сидят тля, либо червяцы. Направление гнезда определяется по муравьям с раздувшимися до предела брюшками. Они бегут точно до муравейника, тогда как муравьи противоположного движения попутно выполняют роль фуражеров. В лексиконе мурмекипера существует такое понятие – рабочий муравей и муравей-солдат. Рабочий муравей – это всякий муравей, который не матка, а солдат – это муравей большого размера с непропорционально развитыми мышцами мандибул. Это не совсем верно. Например, если рассматривать каких-нибудь крибар или цитонов, вот там да, солдаты так солдаты. Можно сказать даже воины. А вот компонтусам такое определение неприменимо, так как муравей любых размеров может выполнять весь спектр муравейных функций. Но эти понятия уже давно приелись, и это, как говорится, профессиональный жаргон. Как уже было сказано вначале, рабочие особи вагусов имеют выраженный полиморфизм, а именно разброс в размерах. Мелкие муравьи от 6 миллиметров и крупные до 15 миллиметров с развитыми мышцами жвал. Несмотря на это, так называемые солдаты могут выполнять любую функцию муравейники, но в основном это фуржировка, охрана гнезда и хранение запасов пищи. Первые солдаты в колониях киперов и частую выполняют именно роль живых холодильничков, тихо сидя в уголке. Размеры матки муравьиной королевы от 17 до 19 миллиметров. Она сильно выделяется на фоне других муравьев, ее нелегко не заметить. Фуржировка осуществляется почти в любое время суток, но это сильно зависит от размера колонии. Вагусы давно заняли у меня место среди фаворитов, и не у меня одного. Вообще все муравьи рода компонотус обладают общими параметрами, за которые их так ценят. Большой размер, полиморфизм и интересное поведение. Если вы не имели радости знакомства с подобными муравьями, но эта информация возбудила интерес и желание завести их дома, как домашних питомцев, то в интернете полно магазинов с широким ассортиментом выбора вида, формикария и дополнительных аксессуаров. Также можно найти людей, которые охотно поделятся лишней колонией за определенные вознаграждения. Спешу предупредить, что таким образом можно нарваться на мошенника и горько пожалеть об этом. Поэтому проверяйте подавца и не отправляйте деньги сразу без полной уверенности, что сделка пройдет хорошо, и вы получите желаемое. Помимо покупки вам может повезти оказаться в нужном месте в нужное время, а именно попасть на лед. А возможно и больше, вам удастся поймать матку. Предположим, что вы уже умеете делать инкубатор, и у вас куча терпения, времени и знаний. Вы определили вид, в нашем случае это будет компоната свагус. Успешно инкубировали матку, прошел целый сезон и... и развитие колонии приостановилось. По неопытности можно сильно перепугаться. В данном случае это простая диапауза. Именно она вгоняет в ступор неопытных киперов. Диапауза у черных древоточицев сопровождается с наступлением холодов и дальнейшим наступлением зимы. Вот почему она называется зимовкой. Но это применимо не ко всем видам муравьев наших широт. В некоторых случаях зимовка может не совпадать с диапаузой, а последняя может проходить несколько раз за сезон. Зимовка у компоната свагус может проходить от 2 до 4 месяцев. В природных условиях это зависит от температуры. Для содержания дома вагусам необходим формикарий и просторная арена. Арена может быть выполнена любым образом, но необходимо учитывать два правила. Первое. Они способны лазить по вертикальным гладким поверхностям. И второе. Они будут лазать по вертикальным гладким поверхностям. Чтобы не допустить того, что по вашему столу будут бегать муравьи или того хуже, колония просто-напросто устроит переселение за пределы формикария. Необходимо пользоваться антипобегом или крышкой с хорошей вентиляцией. Сам формикарий может быть сделан из акрила, гипса, газобетона или дерева. Главное, чтобы муравьям понравилось и они были счастливы. Формикарий для моей колонии представлен в виде дощечки с неаккуратно вырезанными камерами и приклеенным сверху стеклом. Арена сделана из пищевого контейнера с гипсовым дном для рельефности. На арене присутствует поилка. Как вы могли заметить, в формикарии нет камеры увлажнения. Я предоставил возможность поддерживать влажность самим муравьям. Благо численность позволяет. Верхняя часть бортиков арены смазана жидким антипобегом, а на внутреннюю часть крышки нанесен сухой антипобег. Почему так? Потому что нужно помнить о двух правилах. Кормление провожу как оморщленными, так и придавленными насекомыми. Необходимо чередовать белковую пищу с углеводной. В качестве углеводной пищи даю сахарный или медовый сироп. Как вы могли видеть, в князде лежат подъездные нимфы мраморного таракана. Этой колонии уже чуть больше полутора года. Матка пережила и упадок, и расцвет. По большей части это произошло из-за моей неосторожности. Все крупные рабочие солдаты – это не родные дети этой матки. Они были подкинуты еще коконами из природной колонии. Все мелкие рабочие родные и появились уже после искусственного восстановления колонии. Скажу, что так делать нельзя. Коконы-природники были изъяты хирургическим путем без вреда и с наименьшим стрессом для донора. Надеюсь, это видео было хоть чуть-чуть вам полезно и вы узнали что-то новое. Спасибо за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok